Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? Всем привет, дорогие друзья! Вчера я целый день на ярде занимался ремонтом трейлера. Лампочки габаритные, клеил тарп, это вот этот вот брезент, крыша. Я клеил это все до поздней ночи, даже уже темно было, и потом я уже даже внутри, внутри лазил при свете фонаря. Все это клеил. Сейчас мы с вами находимся в Торонто. Решил я чуть-чуть поснимать Торонто. Торонто я вам показывал, но как бы что мешает показать еще раз сейчас. Там вот, кстати, был регулировщик полицейский, индус. В челме, в индусской. Они любят такие очки. А, вот, посмотрите, дома какие строят. Из всех канадских городов, конечно, Торонто самый, самый интересный. Поэтому сюда основная масса народа и валит. Вот, по интересности город самый, самый лучший. Единственный минус это то, что здесь огромные цены на недвижимость. Вот этот минус, конечно, просто ужасный. Цены здесь на недвижимость космические. Вот. Но, если кто-то хочет жить дешево, то, пожалуйста, вам, вашим услугам, город Риджайна. Или по-русски Регина. Либо Эдмонтон. Либо Калгари, в который мы сегодня... Ну, как... Да, сегодня я уже должен начать ехать. В любом случае, сейчас я еду за загрузкой. После загрузки надо определиться, сколько будет еще места. Возможно, получится взять еще какой-то догруз. То есть, дополнительный какой-то груз, для того, чтобы увеличить доход моей поездки. Поэтому сначала я вам покажу, что я загружу, как я загружу. Если загрузят для меня неудобно, то придется еще переехать на другой там ярд, где можно будет этот груз переставить. Поставить так компактно, чтобы он компактно был. Ну, посмотрим. Так, ну, в общем, вот это груз, который... Основной, который я повезу в Калгари. Вот это все у меня пустое. И надо будет найти что-то добавочное. Добавочное. Загрузился. Теперь стою, жду. Должны дать еще один груз. В принципе, сначала мне сказали, что есть возможность съездить там недалеко от Оттавы. Получить груз. Ну, вы немножко географию Канады представляете. То есть, я сейчас в Торонто. Ехать мне на запад в Калгари. Оттава на востоке. В сторону Монреаля. Это почти надо доехать до Монреаля. В общем, от Монреаля до Оттавы. Там два часа всего-навсего. Поэтому, сейчас пытаются найти мне какой-то другой груз. Для того, чтобы это было немного более, ну, как бы, разумно. Какой-то здоровенный мешок мусора покатился. Перекатим мусор. Давайте-ка я вам покажу. Здоровый какой-то кусок. Вон он. Непонятно, куда покатился, откуда покатился. В общем, я стою на парковке, как вы видите. Место есть, остановился, жду груз. В принципе, я еще не наснимал вам какого-то интересного контента. Поэтому, в общем, конечно, я мог бы сейчас сидеть что-то монтировать. Но еще ничего не наснимал такого. Единственное, я хотел бы... Давайте я на себя. Единственное, я хотел бы сказать, что, ей-богу, сегодня узнал, что умер Жириновский. Очень жалко. Человек неординарный. Вот. К нему по-разному люди относятся. Вот. Но я к нему всегда относился с уважением. Ну, хотя бы из-за того, что практически все вещи, которые он говорил, в общем-то, все сбывалось. Так что, вольфовича уже давным-давно у него было прозвище Вангович. Жалко. Когда-то в свое время, ну, в какое время? Не так давно. Может, где-то в районе года назад у меня была попытка взять у него интервью. На связь вышли. Но из-за из-за пандемии, из-за прививок, из-за моей отрицательной в этом плане позиции, Вольфович посмотрел и сказал нет. Не та у вас позиция, которая, как бы, у меня. Ну, это понятно. Все знают его мнение, и все знают, что он сделал, я так и не помню, то ли 6, то ли 8 прививок. Но Вольфович любил прививаться. Жалко. Интересный человек ушел. Так мы с ним и не поговорили. Уже не поговорим. Ладно, ребята. это как бы мой отчет того, чем я сейчас здесь занимаюсь. Жду. Надеюсь, что скоро уеду. Хоть в каком-то направлении. Вот уже новый день. Получил я добавочный груз. Это будет какой-то трактор. трактор. Еду я за ним в город Петербург. Это также провинция Онтарио. И этот трактор я везу туда же, куда и вот эти вот там станок какой-то. Там два каких-то станка. Туда же везу в Калгари. Ну, либо трактор там в каком-то пригороде Калгари. В общем-то в одном и том же направлении. Кстати, первый груз две вот этих вот коробки 213 тысяч долларов стоит этот груз. Ну, и плюс трактор. Трактор тоже стоит, я не знаю, наверное, ну, посмотрим, какой трактор. Тоже может быть больше ста тысяч. Короче, вот такой вот дорогой груз я везу. Вот, трактор, ладно, с ним ничего не случится, а вот то, что я заклеивал в понедельник Тарп, Тарп это крыша, это вот эта вот брезентовая крыша, ну, называется по-английски Тарп. То, что я заклеивал, это, конечно, нужно, потому что неизвестно, как этот станок по отношению к воде с потолка. так, ну, вот мы доехали с вами до Петербурга. Буквально осталось тут совсем немножко. Загрузимся трактором и потом после этого поедем еще за одним грузом. Это будет в общем камень какой-то, гранит или или что-то другое. И будем как обычно опять впихивать. Надо будет впихнуть невпихуемое. В город Петербург, в Онтарио. Сейчас мы вам покажем. Погода хорошая, настроение хорошее. Петербург совершенно не такой, как российский. вот он, вот он, Петербург. Почему он так называется, не знаю. Есть как бы идея, что все города, которые в Канаде и в Америке имеют какие-то названия, ну, европейские, имею в виду, они были основаны теми людьми, которые иммигранты, которые сюда приехали. Поэтому здесь совершенно недалеко есть Одесса, вот, здесь вот есть Петербург, в Америке есть, что там только нет, и Страсбург, и Троя, вот, и Берлин, и Москва, в общем, с фантазией здесь не очень хорошо, а может действительно приезжали, какая-то семья приезжала и называла вот эту свою деревню Петербург. Так, сейчас мы развернемся, я не знаю, если будет что-то интересного на моем пути, как вы понимаете, я специально я специально не буду ездить, разъезжать по населенным пунктам, вот, где я проехал, так, как мне надо, вот, то я вам и снимаю. позаказывал позаказывал я сегодня еще кучу держателей, потому что я хочу камеры поразмещать в разных местах, вот, а для этого нужны нужны специальные держатели, камеры есть, их только надо разместить, так, 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 куда мы тут с вами приехали? Так, мне сюда, мне куда-то сюда, все, загружусь, я вам покажу. Вот эту вот хрень мне перегрузят, и мне ее надо будет отвезти, не знаю, я, что это такое, я думал, это трактор, но это не трактор, это не трактор, это что-то связанное с железной дорогой, видите, вот она так заезжает, ага, точно, она заезжает, становится на рельсы, цепляет вагоны, и едет, я такое не видел, но на такой работе много, чего я еще увижу, понятно, сейчас вот это вот, вот эту красоту мне загрузят, в принципе, на ней можно было бы доехать и до Калгари, так он и не не смог погрузить, 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 что-то у него не движется, сломалось, сказал, что пошел зачем-то, посмотрим, зачем, вон оно как, вон оно как, понятно, так, в итоге, вот, загрузили, я цепями, я цепями зажал, закрепил, вернее, но это я намотал, чтоб цепь никуда не не упала, да, не знаю, насчет веса, надо бы проверить, все, вот так вот загрузили, так это выглядит, и там у меня надо будет ту коробку еще переставить вперед, и еще станет камень, и с божьей помощью поедем, все, едем дальше, так, в общем, я приехал в следующее место, мне вот ставят мрамор, вот такие вот листы мрамора, или плиты мрамора, сейчас поставят еще второй, ну, а здесь, видите, у меня еще куча места, можно было еще что-то поставить, еще, хотя ладно, хватит, не будем жадничать, оставим еще для кого-то работу, ха-ха-ха, кому вот этот нужен, а? Вот эта хрень, кстати, всего, навсего, я вижу, она стоит 2100 долларов, вот, вот такая вот машина, вот эта 2100 долларов, тут по-моему, металлолома, на гораздо большую сумму, все, закрепил, закрепил, вот, цепями закрепил, вот этот железную основу, рак, ну, и я не знаю, они попросили закрепить еще страпами сверху, страпами, но это так, чтобы, в принципе, во время движения, чтобы они не шатались, страпы, они не очень, я могу их туго зажать, потому что, в противном случае, будет соединяться верх, поэтому, чтобы поддерживало, не разбалтывало, а так, в принципе, весь этот мрамор, он прикреплен к этому железному основанию, все, цепями соединил, здесь я все проверил, чтобы эта машина у нас не поехала, все проверил, еще подтянул, вот, по большому счету, конечно, мне надо было бы крест-накрест, но тут не к чему, крест-накрест, поэтому будет так, я думал, что я сегодня не загружусь, потому что они работают до четырек, а я уже пришел, приехал в пять, вон гуси, смотрите, я не знаю, если вам сейчас видно, гуси так красиво летят, прям вообще, так вот, я думал, что я сегодня не загружусь и придется стоять, еще до завтра ждать, но приехал, там какая-то китаянка, вот, я там полыбался, и она сказала, давай мы тебя сейчас загрузим, несмотря на то, что уже мы, в принципе, закончили работу, так что меня загрузили, я еще еду, у меня осталось, конечно, семь часов, вот, я, естественно, семь часов я ехать не буду, сейчас, на данный момент у меня 19, 19 часов, 19 минут, вот, ну, до полуночи, до полуночи вполне я могу поехать, а если нормально себя буду чувствовать, может, и до двух ночи, это 400-й хайвей, сейчас мы будем проезжать вот здесь, вот, с правой стороны, вы видите, там, американские горки, это называется Вандерленд, давайте я чуть-чуть камеру в ту сторону поверну, Вандерленд, место классное, я там был несколько раз, вот, все такие аттракционы я очень люблю, прямо-таки очень, и, наверное, да, есть еще и в Монреале, я там тоже был, но Вандерленд в Торонто лучше, чем в Монреале, в Монреале называется Ларонт, оно там как бы на острове, я вам тоже как-то показывал, в старых репортажах вы можете посмотреть, но это давно было, ну, в общем, можете посмотреть, а вот здесь, вот видите, а вот здесь побывать, конечно, классно, здесь аттракционы улетные, вон там вот есть такая голубая, называется, по-моему, слушайте, я забыл, как она, а, Левиафан, Левиафан называется, самая высокая здесь, вот, мне очень, конечно, понравилась, для любителей экстрима, вот, я бы советовал, ну, те, которые, может быть, живут в Канаде, если вы еще здесь не были, то я вам бы советовал здесь побывать, ну, а те, кто в Канаде не живет, то, значит, ничего страшного, все, в общем, этот репортаж, конечно, я долго снимал, потому что, по сути, я его начал снимать, в общем-то, с понедельника, да, с понедельника, все, я снимаю, снимаю, так, по чуть-чуть, я решил, я решил, как бы вам каждый куст не показывать, все-таки, но, города я вам показал, кое-какие там дороги, и вы имеете представление, поэтому я решил уже так, про свои грузы, про то, какие грузы, вот, такого плана, поэтому, наверное, не смогу я делать каждый день, вот, ну, если будет что-то интересное, естественно, да, я выйду в эфиры, прямые эфиры тоже никто не отменял, просто особо нечего было снимать, ладно, ребята, я думаю, для этого репортажа хватит, а дальше мы будем ехать в сторону Калгари, естественно, я поснимаю вам Калгари, потому что и разгрузка у меня в Калгари, это будет новый город, который мы с вами увидим, обсуждайте, всем спасибо за внимание, с уважением к вам, БН. Субтитры создавал DimaTorzok